Добрый день, здравствуйте! У нас уже такое состояние очень подготовческое. Подготовческое к чему? Узнавайте вот это вот видео. Ну ладно, я не буду держать интригу, скажу, что мы просто находимся сейчас в Вавроцове, переезжаем в Канаду. И если вы хотели написать комментарий о том, что мы вернёмся ровно через месяц, сейчас самое время для этого. А пока я вам покажу, как вообще происходит квартира, из которой съедут через два дня. Как она точнее выглядит. Вот это вот Дженго, книга на украинском, книга на польском и Капитан Америка уходит в кафе, которое открыла девушка. Я в нём уже была, снимала на него обзор. Кафе называется Макулатура. Классная, там есть книги на трёх языках и очень уютная. Вот так вот выглядит большой чемодан со всеми вещами. Вот так вот выглядит мусорка и вот так вот выглядят тоже вещи, которые нужно выкинуть. Это не вино. Когда-то было вино, но я уже говорила в предыдущих видео, что это лучшая скалка, которая есть у каждого эмигранта. Тут у нас вещи, которые пойдут в контейнер для уживанных вещей. Тубус, потому что у нас раньше висела картина. И кот. Кот, 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 покажись. Вот, надеюсь, вам его ещё немножечко видно. Он вам кивает. Полочки уже вот так вот, знаете, на минимальной подготовности к полному опустошению. Сегодня-завтра будут приходить люди и покупать какие-то точечные, как это называется, вещи, микроволновка, пылесос, который я продавала через свой блог. Если вы живёте в Польше, если в какой-то момент в вашей голове закрадывался переезд, или вы просто хотите следить за этим всем, то, возможно, приглашаю вас также подписаться на Инстаграм. Там весело и там более активно, чем здесь. Это по понятным причинам. Я не могу вам не показать нашу террасу, которая вместе с травой, она не настоящая, и снегом. Просто похоже на какую-то сказку. Зима в этом году во Брославе очень-очень красивая. И я рада, что я застала снег в декабре, в январе здесь, и я прям сохранила себе в памяти и на фотографии все эти моменты. В общем, надеюсь, таких зим, конечно, будет побольше. Вот так вот дела обстоят со стройкой. Сегодня суббота, все отдыхают, и мы идём потихонечку отдыхать в центр города. Поэтому я возьму вас с собой. Надеюсь, там за окном не сильный минус, и мой телефон не даст бой. Какие мысли касательно переезда? Сегодня суббота, переезд в понедельник. Самые лучшие. Все. Вот это, кстати, Артёма две сумки. Получается средняя, мы не покупали большую, оказалось, всё поместилось, и маленькая. Вот эта переноска ранее показывала Кота. Мне только осталось с PlayStation. Это важно. Это важно, да. Но вообще говоря, что там в Канаде многие берут PlayStation как бы тоже, это можно позволить. Но, конечно, не иммигрантам, не чернорабочим. Согласен? Да. Это я где-нибудь буду через четыре из ног здесь глядит. Ну да, если это... Ну кредит это тоже, как бы, знаешь, это ж, ну, это ж, ну, как бы, кредит это рабство. Это нужно понимать, конечно, ребят. Да, это будет больше. Транат от кредита. Что мы делали перед переездом? Собственно, если честно, ничего. Банковские счета мы не закрывали. Я думаю, что они нам понадобятся. Более того, я проделала карту привата. Сейчас это можно сделать в Польше. Точнее, можно заказать карты с доставкой в Польшу в моем самом приложении привата. Вот. Так что мы только продали вещи. И что мы? Продали вещи. Забрали документы с Ужонда. И вот и все. Очищаем квартиру. Наслаждаемся последними днями. Я еще вчера поняла. Сегодня вместе погуляем по центру. Вчера была прощальная вечеринка с друзьями. Могу здесь ставить момент. Обрели здесь мы международных друзей, чему рады. И, в принципе, наверное, все по таким-то делам. Вот елку нашу никто никак не может забрать, нашу и соседскую. Елки здесь выкидываются вот таким вот способом. Как бы главное мусорное здание вот это. А елки просто ставятся рядом с ним. Вот такие вот все были разные. Ждем, пока заберут. Так, у меня кажется, здесь тоже есть какой-то мусор, который нужно выкинуть. Поэтому я отлучаюсь. Когда меня спрашивают, ну, один раз, два раза спрашивали о том, чем хорошо жить в таком районе, как и наш. Потому что было поле, заехало несколько застройщиков и построила здесь такой мини-район. Так вот, мы здесь живем и ощущаем себя, не только мы вообще, вся коммуна, вся жильцы, как какие-то жильцы села. Мы очень объединены. Вместе мы смотрели, как здесь развиваются разные бизнесы. Там было два овощных магазина, кофейня. И сейчас вот кабинет стоматологии. У нас у всех есть любимая жабка. С любимой девочкой в жабке, девушкой, которая постоянно в ней работает. Мы подразумеваем, возможно, даже ее держит. Вот вот эта жабка, через которую проходят практически все жители района. И у нас есть общие группы, в которых все это общается, коммуницируется. Если вы что-то там здесь на районе во время прогулки потеряли, сразу это найдут, сфоткают другие люди и скажут, что вот нашли, оставили, да, там-то подойдите, заберите. Поэтому, не знаю, очень уютно, комфортно. И я уже сейчас не верзеляю себя жительницей в центре города, в даунтауне, где я буду жить в квартире. И не буду даже знать, как зовут соседей, и не здороваться с ними вообще. Поэтому в Канаде мы склоняемся тоже к такому образу жизни. Хоть мы сейчас живем в Росе, это довольно большой город для Польши, но у нас здесь своя, знаете, такая атмосфера. Ты согласен с тем, что я говорила? Да, согласен. Это что-то прям жизнь настоящая. Да, да. А не ваша, эти города. Если, вот, хороший ориентир. Если с вами что-то случится, соседи в городе, ну, ладно, мы и так живем в городе, просто соседи в центре, в многоквартирном доме. С меньшей вероятностью и менее быстрее трендуют на помощь, тем те люди, которых вы видите каждый день, с которыми вы общаетесь, и с которыми вы живете такой отдельной коммуной. Один за одного. Ну, ладно, не настолько, конечно, у нас тут все дружно, но разница действительно ощущается. Потому что до этого мы жили в таком центровом районе, чуть подальше от центра. Ну и пешком можно было дойти до рынка, до центральной площади исторической. Погода сегодня в Аброславе не радует, поэтому смотрим на виды недолго, потому что у меня могут замерзнуть руки без перчаток, ну и телефон сам. Аброслав красивый. В центре очень много людей, поэтому снимать тяжело. Не все как бы согласны, особенно чем беднее слой населения, тем больше от него проблем, когда он видит, что его снимают на видео. Поэтому пока вот так вот буду кусочками, знаете, показывать. Идем до острова, остров, и потом путь до каверни. Перед вами мост. На мосту раньше было очень много замков. В какой-то момент эти замки посрезали, сняли это на всех телевидениях, возможных в Польше и даже в Украине. Теперь замки переместились вот сюда вот. Не знаю, будут ли срезать отсюда, потому что в какой-то момент здесь-то смысла нет. Но почему срезали с моста? Потому что ему было тяжело, как и всем нам. Мы все немножечко мост. Ой, слушайте, сегодня очень красиво. Кстати, мы сюда подошли, здесь даже нет ветра. И очень хорошо идти. Напишите, как вам виды. Я буду так призывать, оставить комментарии. Напишите, как вам виды в Роцлава. Смотрите, какое течение воды. Мощное, сильное. Никого нет. С тобой перейти, посмотреть с этой стороны. С этой стороны тоже. И там уже начинается другой берег. И район на Доджи. А мы и держим путь на островок. Вот мы уже на острове. Он прекрасен, великолепен всегда в любое время года. Летом, зимой, особенно зимой, когда на деревьях еще появляются украшения световые. Поэтому, если вы заказываете экскурсию, то экскурсовод вас приводит сюда первым делом. Или последним, потому что здесь все встречают всегда мужчину, который зажигает фонари. Делается это до сих пор вручную. Ну, это тоже является такой фишкой города. Я что-то подумала, что на улице достаточно тепло. Нет, дело не перчатки, не шапку. Поэтому я так иду, как бы записываю, восхищаюсь, прощаюсь с мыслями, на слово отсловом. Не знаю, она всегда или нет. В принципе, я бы такая, что не против сюда приехать. Главное, чтобы не по каким-то плохим делам. Но погода такая, не самая приятная. Здесь не даже не погода, а температура. Как красиво луна попадает между двумя башнями. Кстати, на вот эту вот. Можно залезть там, где ограда. Можно купить билет. И попасть на ней и посмотреть на весь город как раз с самого его центра и с самого его начала. Здесь начинался в родство. Что еще я хотела сказать, что на острове есть ботанический сад. Я была в нем несколько лет назад. По-моему, после этого в нем была реновация. Но в том помещении и снаружи вот этой территории, на которой была я, я бы не рекомендовала идти, если вы не прям супер, любите, супер, увлекаетесь растениями. И когда, подходя к табличке, вы читаете, вы там понимаете, что это, откуда оно, зачем оно, для чего оно. Потому что билет стоит, ботанический сад довольно недорого. Это, кстати, тогда что мы будем в ботаническом саде. Нет. Нет? Билет стоит недорого, но это все равно мне не стоило таких ощущений. Еще недавно я была в зоопарке и узнала, что он стоит 70 злотых. Я не знаю, скорее всего, есть какие-то скидки на членов семьи, для членов семьи, точнее, для большой семьи. И есть какие-то детские билеты. Ну, вообще, так, чтобы двум людям пойти в зоопарк, сейчас это будет 140 злотых. Плюс там, возможно, что-то перекусить, потому что зоопарк большой. Я не поддерживаю зоопарки. Там я была последний раз лет пять назад. Ну, четыре, да? Четыре года назад. Вот недавно я была, потому что там у нас была запланирована фотосессия. Я им фотографировалась в закрытой зоне, океанариуме. И там было просто красиво. Из растений красиво, не из животных. Ну, а так, выбор за вами. Но я скажу так, что 140 злотых за два билета. Ну, это такое, не совсем приятное явление в оброслеве на сегодня. Если брать средний доход и средние заработные платы здесь. Еще я хотела показать здесь новый отель. Как раз вот он находится сзади башен. Здесь у нас папская школа. Тоже симпатичное здание. Вдруг у вас такие интересы, и вы думали об обучении, то в оброслеве это можно сделать. Ну и все. Вот так вот живем. А я сейчас иду. Вечерная дорога должна идти с автосессии. Вы писали рекламная пауза, которую мне не оплачивает. Артем написал книгу, куда эмигрировали в 2026 году. В эру кризисов. В эру кризисов. Расскажи нам немножко, вот, наверное, самый главный вопрос, который у многих в голове. А если я не хочу эмигрировать сейчас, я прям морально не готова, не стоит покупать эту книгу и почитать ее. А тебе ответ нужно отдать грубый, как я думаю, или мягкий для людей. Как ты думаешь, чтобы люди сразу поняли, сходятся у них с тобой взгляды, интересы или нет? Готовы они читать такую сильную личность или нет? Очень грубый ответ, может и всем понравится. Но когда началась поломасштабная война, не все хотели переезжать, но переехали. Поэтому иногда эмиграция — это не то, что вы планируете, а иногда эмиграция — это то, что вы заставляете сделать. И хуже, когда... У меня прям аж немножко до дрожи. А хуже, когда человек живет в блюзорном мире, потом розовые очки разбивает стеклами внутрь, он такой, а что делать? Намного лучше. Быть подготовленным. Подготовленным, да. И знать, что происходит. Я, как конечный редактор над ошибками, над какими-то деталями, очень малюсенькими. И читатель тоже, и фанат. Ладно, признать. Первый индекс. Могу сказать, что эту книгу стоит почитать, приобрести, чтобы понимать разные направления, которые являются такой безопасной гаванью, чтобы понимать, на что ориентироваться при выборе стран. Возможно, вам уже сейчас нравятся определенные страны, и вы просто можете их, вот эти критерии, которые уже описаны, подогнать. Также, чтобы понять, что происходит, будет происходить в разных регионах мира. Европа, Азия, Америка, Латинская Америка, в общем, Северная Америка и Латинская Америка. Вот такие вот разнообразные... И, конечно же, океания. В общем, вот такие вот разнообразные тезисы там описаны. Книга эта состоит из 100 страниц. Изначально это было как справочник, но у меня не поворачивался сейчас язык называть эту справочник. Секунду. У нас уже состоялась предпродажа. Люди получили доступ в уникальный и прочитали ее в первой партии. Первая продажа на русском языке, и первая продажа сейчас идет на украинском языке. Поэтому, если вам интересно, либо вы просто хотите почитать детали, для этого нужно перейти в Телеграм-канал, чтобы познакомиться с автором, понять его мысли, почитать его лонгриды, которые уже есть просто в бесплатном доступе. А перейти в Телеграм-канале, который всегда появится по ссылке в описании, и там это все посмотреть. А мы, кстати, до сих пор идем в кафе, в макулатуру, чтобы вы понимали. Вроцлав может быть таким, как у нас на районе, может быть таким. Не то, не то, ни плохо, ни хорошо. Просто это имеет исторический подтекст, то новое строение. Здесь близость к центру, но и шум. У нас отдаленность, но спокойствие. Поэтому показываю все. Мы, наконец-то, подходим к месту назначения. Для ориентира, если кому-то будет интересно, вот это вот дальше пассаж Грунвальский. Новое здание, и напротив нового здания сейчас будет наша макулатура. Вон, я уже вижу вывеску. Сейчас и вы увидите. Так, и вот так вот это выглядит с такой исторической красивой дверью. Заходим. В кафе я особо не снимала, так как там были посетители, не хотелось их тревожить. Макулатура из себя представляет два этажа, много книг на трех языках, как я уже говорила ранее. Я сегодня взяла первый раз фильтр кофе вне дома. Мне понравилось по вкусу и по крепости. Также здесь есть вот эти вот орешки со сгущенным молоком родом из детства. Обратную дорогу снимать не было смысла, на улице очень быстро потемнело, но я выпустила злобный пост про городской транспорт. Ну, как бы не совсем злобный, просто, как мне кажется, он довольно сильно испортился за короткий промежуток времени. Но не будем о плохом. Давайте о хорошем. Так как мы ранее уже были в Канаде, и во время отдыха заказали себе KFC. И поняли, что KFC отличается очень сильно от европейского, к которому мы привыкли. А в Польше KFC вообще достаточно вкусная. По сравнению с Украиной это разные вкусы. У нас как-то больше Макдональдс едят. Здесь даже мы, я думаю, поляки так же само больше заказывают KFC. Тем более, что есть очень много приятных купонов, которые упрощают выбор. И сегодня у нас картошка. Это не карто... Это картошка? Кто? Маленькие биццы. Так, сейчас, секундочку. Это картошка. Она просто раньше была в бедре. Сейчас какая-то маленькая картоска. Чинь наш заказ еще доставили. Это у нас грандеры. Одни из самых вкусных бургеров KFC. Вот это у нас мальтийское вино, которое было приобретено много лет назад. И мы его теперь возим из страны в страну, чтобы оно увеличивалось в стоимости и в памятности для нас. Грандер номер два. Да, странно. Картошка теперь маленькая. И вот такие вот биццы. Биццы. Я здесь вот покажу, где эти купоны можно искать, если вы вдруг не знали. Привозят KFC довольно быстро. Давайте по цене. Вот такая вот цена. Где конечная цена? Вот и конечная цена. Вот. Вот. А что такое? Вот конечная цена. Поэтому кушаем и продолжаем собирать вещи. А я прощаюсь с вами и увидимся с аэропорта. Я думаю, что я... Я постараюсь, точнее, всё это снимать, потому что я бы хотела снять это ещё в Инстаграм и на Ютуб. Наш перелёт, нашу дорогу, какие были сложности. Я не настраиваюсь на них, но, возможно, какие-то минимальные будут, больше связаны с туалетом и его... Больше связаны с котом и его туалетом. Но посмотрим, как это будет. До новых встреч, новый влог. Можно называть это влогом. Выйдет очень скоро. Раньше там стояли книги, а теперь посмотрите, какой домик для Кесси получился. Лежанку, к сожалению, взять не можем. Она уже довольно старая. Вот это пелёнки пойдут как раз в его переноску. Так что, Кесси, давай, прощайся. Всем хорошего вечера, дня. Не знаю, когда вы это смотрите. Всё будет хорошо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok